Приведем примеры определения моментов инерции некоторых тел. Первый пример — тонкий однородный прямолинейный стержень. Он показан здесь на чертеже. Найдем момент инерции относительно оси Z1, проходящей через конец стержня и перпендикулярной к нему длина стержня L. Выделим элемент длины стержня. На расстоянии от оси равен X. Длиной DX. Для таких тел, как тонкий однородный стержень, вводится понятие о массе единицы длины. Не масса единицы объема, а масса единицы длины. И мы так посмотрим. Момент инерции относительно оси Z1 он равен произведению M на L. Масса единицы длины. Интеграл тогда берем от нуля до L. Масса единицы на всей длине. А под интегралом будет X квадрат квадрат Y. И это будет равно, вернее, M деленное на L, L куб на 3. Или окончательно, M, L квадрат, деленное на L. Обратите внимание на такую важную формулу. Представляет интерес определить момент инерции относительно оси параллельной оси Z1, но проходящей через центр масс оси CZ. Тонко-одноровное оси CZ, центр масс находится посередине. Господи это. Очевидно, нужно применить формулу, которую мы только что составили, доказывая теорему, о моментах инерции относительно параллельных осей. Согласно этой формуле, момент инерции относительно оси, проходящей через центр массы, и CZ будет равен моменту инерции относительно оси Z1 минус произведение массы на квадрат расстоянии между очами. Оно равно L пополам. на L пополам квадрат. А мы нашли, и Z1 будет NL квадрат на 3 минус, а здесь получим ML квадрат на 4. И окончательно имеем ML квадрат на 12. Момент инерции относительно оси, проходящей через центр массы для данного тела, является наименьшим из всех моментов инерции относительно оси данного направления. В этом мы здесь наглядно и убедились. Далее, для решения одной из задач представляет интерес определить момент инерции стержня относительно оси, составляющей с ним некоторый угол. Вот тот Z U я ее назову, вот этот угол альфа. здесь тоже, очевидно, нужно ввести расстояние от элемента нашего длиной dx до этой оси. Это перпендикуляр. Здесь прямой угол. В дальнейшем нам понадобится еще длина перпендикуляра опущенного из конца серии. Дальше пишем согласно общим закономерностям и U будет равно M на L интеграл по всей длине от нуля до L под интегралом H квадрат на dx. Но нетрудно видеть, что H равно X на синус альфа. И H квадрат следовательно равно X квадрат на синус квадрат альфа. То есть можем записать далее. Это будет M на L интеграл от нуля до L X квадрат на синус квадрат альфа на dx. Итегрируя получим и U будет равно M деленное на L L куб на 3 синус квадрат альфа величина постоянная или ML квадрат на синус квадрат альфа деленное на 3. Но L на синус альфа это А малое. То есть мы получим в результате MA квадрат деленное на 3. тоже полезная формула. Ну и как я уже отметил нам она будет необходима для решения одной интересной задачи. Второй пример круглый однородный сплошной цилиндр. Определим момент инерции относительно на оси симметрии Z. Радиус цилиндра R высота H. За элемент объема примем цилиндрический слой образуемый двумя коаксиальными цилиндрами радиусами R и R плюс DR. Вот этот цилиндр толщиной DR. Р B и R Dece d A D D D D D D а толчина dR Момент инерции относительно оси z будет равен плотность моуса на объем интеграл здесь мы имеем право брать от нуля до r dV на r квадрат dV объем элемента объема вот этого цилиндра толщиной dR будет равен 2πr длина толщину dR на r 2πr dR на r а объем всего цилиндра будет равен πr квадрат площади основания на высоту тогда момент инерции z будет равен подставляем все это мы выносим постоянные все за знак интеграла m 2π h πr квадрат h а под интегралом тогда будет от нуля до r r r r r r r r r и окончательно z будет равно сокращаем здесь на π сокращаем на A 2m на r квадрат интегрируя получим r в четвертой степени на 4 m r квадрат на 2 очень важная формула поскольку часто тела рассматриваются как однородные круглые цилиндры в некоторых задачах вот такой образ цилиндр, масса которого равномерно распределена по ободу полый такой цилиндр очень тонкий толщиной стенок можно пренебречь в этом случае все материальные точки отстоят оси от оси на одинаковом расстоянии равном радиусу и момент инерции такого цилиндра масса которого равномерно распределена по ободу будет равен очевидно m r квадрат при одинаковой массе момент инерции в два раза больше и в два раза больше в два раза больше всё то в два раза больше к м Продолжение следует...